Конкурс профмастерства среди работников культурно-досуговой сферы прошел в Петропавловске. Яркие, креативные, веселые. Такие номера представили его участники на суд зрителей и жюри. Кто сделал это лучше всех, узнаете из нашего следующего сюжета. Устраивать шоу, праздники, концерты – их профессиональная задача. Когда другие отдыхают, мы работаем, говорят представители культурно-досугового сектора. Сегодня во Дворце молодежи они соревнуются в профмастерстве. Участвуют дома культуры всех 13 районов и областного центра. В этот раз они объединились. Получилось пять команд. Оценивают конкурсантов их старшие коллеги. Мы объединили ребят для того, чтобы таким образом они смогли обменяться опытом, сплотиться. Каждый из них талантлив и интересен. Я думаю, вместе они подготовили что-то очень оригинальное и зажигательное. Главный критерий оценки жюри – реакция зала. Визитная карточка команды «Три района» вызывает у зрителей смех и аплодисменты. На сцене разворачиваются настоящие страсти, как в индийском кино. Песни, танцы, пылкие чувства – все в лучших традициях Болливуда. У их оппонентов сборная ДК приветствие музыкальное. Они поют о своей любимой профессии. В команде «Домира» компания шесть человек. Среди них работники Козылжарского дома культуры и Петропавловского. У них получился интересный творческий тандем, считает Юлиана Девяткина. Профессия культработника, она, наверное, несет большую роль в том плане, что мы как-то стараемся раскрасить обычные будни различными концертами, мероприятиями, для детей, театральными постановками, какими-то игровыми программами. Мы как-то вносим ярких красок в жизнь наших горожан. Второй тур на эрудицию. Команды отвечали на вопросы, связанные с их профессией. А вот в последнем культработникам дали полную волю для фантазии – представить оригинальный творческий проект. Каждая команда получила свою долю внимания и справедливую оценку жюри. В итоге лучшей по решению судей стала сборная ДК. Жан Сулута Стемирова, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.